А я хочу рассказать историю про 12 саглядатых разведчиков. 13 глава, 2-й, 3-й стих. И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я дал сынам, израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». Моисей, он послал 12 главных людей, которые были, ну, 12 главных людей. Есть такая пустыня Фаран. Вы знаете, где находится Фаран? Это было недалеко от ханаана, от заветной земли. Смотрите, вот тут вот Фаран, а там это Египет. Вот здесь, где Лайзер, это Фаран. 13-я глава, это про Кадеш-Барнеа, это куда послали 12 саглядатых. В то время это уже было 2 года после исхода из Египта. Может быть, это был последний экзамен перед входом в страну, в землю обетованную. Стихи с 25 по 29. Так, 25. «Место сие назвали долиною Эсхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И, высмотрев в землю, возвратились они через 40 дней и пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню, в пустыню Фаран, в Кадес, это есть Барнеа как бы, и принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли, и рассказали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас в ней, подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города, укрепленные весьма большие, и сынов инаковых мы видели там». После 40 дней они рассказали про две вещи. Первое, это что страна была очень хорошая, в которой из нее течет мед и молоко. А второе, это то, что в этой стране есть очень большие, сильные люди. И оба вот этих доклада, которые они говорили, вот они были правдивы. Двенадцать саглядатых видели то же самое, но их реакция была совершенно другая. А кроме Экалиба и Иисуса Новина, все десять сказали, что это невозможно покорить эту землю. Они видели Ханаан только в глазах человека. Но по сравнению с ними двое видели эту землю в глазах веры, как Бог видит ее. Калев и Иисус, они верили, что Бог нам дает землю, обетованную уже. Глава 14, 28 стих по 30. Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили мы вслух мне, да, как говорили, так, блин, извиняюсь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали, я не дочитала, на меня, не войдете в землю, на которую я подъемля, руку, да, руку мою клялся поселить вас, кроме Халева сына Ефанина и Иисуса сына Новина. Тут написано, результат неверия, и этот результат плачевный. Они путешествовали 40 лет по пустыне и умерли. Давайте поговорим о вере. К евреям 11, первый стих. Вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность невидимым. Аминь. И второе коринфианам, второе коринфианам, пятая глава, седьмой стих. Итак, кто во Христе? А, нет, нет. Ибо мы ходим верою, а не видением. Аминь. Аминь. Друзья, вам не нужно бояться, если вы видите какое-то препятствие в ваших глазах. То, что вы видите глазами, это не все. Откройте ваши духовные глаза. Итак, мы сможем видеть Бога, который работает ради нас. Бог живой, и Он всегда с нами. Я заканчиваю с книгой Иоанна, 14 глава, 12 стих. Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я. И Он сотворит. И больше всех сотворит. Потому что я к Отцу моему иду. Аминь. Аминь.